Всем здравствуйте! Представляем вашему вниманию обзорчик на коляску Mayra Optimus комплектации Elite со всеми электрорегулировками и креслом Recaro скоростью 15 км в час. Сейчас Алексей продемонстрирует работу электрорегулировок данной коляски. Обращаем ваше внимание, что пульт установлен Airnet LCD дисплеем с цветным дисплеем, то есть на дисплее показываются все манипуляции проводимые с коляской. Так, первая электрорегулировка у нас с угла наклона спинки. Обращаем внимание, что сиденье Recaro можно принять положение лежа в данном в данной случае. Сама опусти до конца, на сколько она ложится, чтобы зрители понимали, о чем она отречет. Нет, можно и до конца опустить, конечно, вот прям лежачее положение принять. Там рюкзак у тебя. Вот это максимально лежачее положение. Аккуратно руку. Так, так ты сможешь, да, уже отрегулировать? Так, следующая электрорегулировка будет показана от угла наклона сиденья. Все управление производится от пульта. Угол наклона здесь 45 градусов. Даже не 45 здесь получается, здесь 30 градусов. Нет, неправильно сказала. А? Это максимум. Да, максимум. Но это, скорее всего, где-то 30 градусов будет. И электрорегулировка угла наклона подножек. Это электрические подножки. Они, кстати, очень схожи с механическими подножками, с механической регулировкой угла наклона. Вот если вы обратите внимание. Просто здесь вот электро подключены. Все регулируется. Регулируется по длине. Есть опоры. Также подножки можно раздельно регулировать к углу наклона. Также вы выбираете при помощи пульта управления регулировку либо левой, либо правой подножки. Ну и таким макаром вы можете осуществить полностью лежачее положение на коляске Optimus 2 комплектация Elite. Еще раз вам показываем, что это кресло Рекара. Автомобильное кресло. Уже оборудованное подголовником. Здесь, я так понимаю, Леша, ты дополнительно оснастил? Да, дополнительно поставил ремень безопасности. Для Саников очень полезная вещь. Потому что мы спину плохо держим. А это просто заказал, ну, трое автомобильный ремень. Здесь уже сам сзади поставил на подголовник он этот, ну, где подголовник. Ручку, да, для рюкзака. Да, там ничего не надел. А здесь он этот, покажите, перед. А здесь он пришил к этому вот. А, вот к ремню безопасности, который идет, вот поясной ремень, он идет в комплекте. Установил дополнительный. Да, неудобно. Так, пульт у нас с возможностью отведения параллельного. И сделал ты еще лайфхак, да? Восстановил сигнализацию. Да. Вот здесь вот сбоку. Мамочки. Это прям как... Прям как автомобильная сигнализация. Ну, она так и есть. Внутри установили шкодийский сигнал. Вывели кнопку сюда. Вроде бы все сделали как... Ну, по заводскому. Но здесь еще есть нужно на табелке сделать. Вишние провода здесь срезать. Ну, это все потом. А так, с одной стороны, удобно. Родной сигнал очень слабенький, и его, конечно, очень не хватает. А звук здесь нельзя регулировать, а то слишком мощь. Нет, нет, это по-хладушке. Зато удобно. Все видят, все слышат. Как бывает, телефон не всегда можно достать шейником. Кому-нибудь подъехал, посигналил. Ну, такое ощущение, когда выходит, это, как думали, фур подъехал. Все слышат прекрасно. Ну, главное, побыть не напугать. Это да, это точно. Так, и что касаемо комплектации электроосвещения. Обратите внимание, брызговики есть на передних и на задних колесах. Также в комплекте идет зеркало заднего вида. Подлокотники съемные с регулировкой по высоте. И можно их еще отрегулировать по ширине. Ну, и, конечно, отличительная особенность, это цвет корпуса. Цвет корпуса идет черного цвета. Вместе с покрышками. Вот такой вот небольшой видеообзор на коляску Optimus 2 комплектации Elite. Наш друг Алексей предоставил возможность заснять свою коляску. И также хочу сразу вам сказать, дорогие друзья, эту коляску он получил от ФСС. Он выбил ее. Поэтому, кто говорит, что нет возможности приобрести от государства хорошую, качественную коляску, вот, пожалуйста, явный пример, что коляска такого плана государство выдает. Вот. Нужно только постараться. Да, и немного нервов. Ну, и нетерпение, конечно, это все быстро делается. Вам, естественно, скажут, так у коляску откажут. Но нужно правильно, во-первых, сделать ТПР, писать все нужные характеристики. Вот именно под Optimus, если хотите Optimus, если хочешь на другую. Пожалуйста, прямо все в точь-в-точь писем, что вам нужно. Ну, и звоним в ФСС, прежде всего предупреждаем, что мне нужна вот такая-то, такая-то коляска. Ну, и они вам, конечно, скажут, что у нас тендер, запрос цен, и выигрывает тот, кто предложит цену дешевле. Ну, это все отмазки, это все можно сделать. В конце концов, вам отказывают, просите письменный отказ. Ну, а потом жалобы во всей станции. Да, это, как показывает практика, очень хорошо. Быстро действует, да? Да, хорошо действует. У меня уже вот четверо, да, четверо-трое уже кто вот такую коляску выбил. Ну, естественно, через жалобы, всякое такое, через нервы. И это у кого-то даже и два года занимает, у кого-то у меня заняло полгода, у кого-то год, у кого-то два. Все зависит от вашего терпения, так сказать. Но все равно терпение вот такие вот дает плоды. Видя вот такой вот коляске, которая сейчас стоит миллион двести. Все, спасибо, дорогие друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Ну, а мы поехали гулять. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Это регулировка угла наклона спинки. Тут уже можно даже полностью лежачее положение принять. Понимально? Вот такое вот положение. То есть полностью три электрорегулировки у комплектации Optimus Elite. Он снижается в то, что другие единственные приятности публиковаты знают, говорить, что происходит. Вот такая вот вот тема, мы берем наjor. Субтитры создавал DimaTorzok